Хорошая новость для тех, кто отказывает себе в удовольствии поехать на курорт. Ну, например, боится оставить дома растения. Типа зачахнут, засохнут и сдохнут. Расслабьтесь, теперь это не проблема. Питомца в горшке тоже можно отправить в отель. И сами отдохнёте. И главное, он от вас. Паша Мавридия оценил все риски и условия. Заезд после 12 чекаут перед уборкой номеров. В гостинице для флоры всё как у людей. Полки стандарт и люкс. Только вай-фая нет и тапочек в шкафу. Значит, в общих чертах о жилых метрах. Значит, здесь живут кактусы. Вот здесь на балкончиках территория фикуса. Посмотрите на гибискуса. У постояльца явно хорошее настроение. Мужик буквально зацвёл на курорт. Цветы сюда съезжаются отдохнуть от хозяев и подоконников. От недели до четырёх. Цена в среднем 500 рублей в месяц. Взамен кормёжка, all-inclusive и спа. Кому нужен там полив с погружением, мы делаем полив с погружением. Кому нужен, нужна стрижка, мы делаем стрижку. На первом этаже проживают семейные. Вот посмотрите, семья фаленопсисов. Вместо того, чтобы отдыхать, они рожают детей. А это парочка фикусов на месяц въехала. По физиономиям видно, это офисные клерки. Здесь бывали все звёзды ботанического мира. Сейчас остановилась спатифилум, актриса. На курорт приехала с антресоли столичного театра. Здесь же в номерах отдыхает сеньор Антура, тоже заядлый курортник. Сеньор Антура, как питание? Сейчас вообще не понять, да, кто с ума сошёл. Либо цветок, который переехал жить в гостиницу, либо журналист, который берёт у цветка интервью. Зелёные клиентуры много. Попадаются и конфликтные. Требуют переселить от непорядочных и больных соседей. А листья, между прочим, мешают этим. Скандал был такой, это какой-то кошмар. Начали возмущаться. Тут такая заварушка была. Случаются и совсем драматические истории. Вот эта вот розочка живёт у нас с марта месяца. То есть молодой человек переехал, попросил нас за ней ухаживать. Сюда приходит навещать, разговаривает с ней. Иногда забирает её на выходные и приносит нам обратно. Ну, как бы мы не берём с него денег.